Люди стремятся к свободе. Когда многие говорят о свободе, часто упоминается отсутствие страха. Но на самом деле страх и свобода это не совсем корректно сравнивать. Естественно, что любому, даже просветленному, не хочется испытывать боль. Это видно на примере Иисуса, который вначале сказал «Доминует меня чаша сия, но добудет воля Бога». Это нормально, будучи в теле, не то что бояться. Это нормальное желание любого существа избежать боли. Но это совсем не страх. Не надо думать, что просветленный не чувствует боли. Он тоже человек, будучи в теле. И испытывает многие вещи так же, как испытывают люди. Другой вопрос, что он их осознает. Он осознает свои задачи. Так вот, свобода заключается именно в осознании. Когда человек осознает, ради чего он это делает, это и есть свобода. Ограниченность по высшим меркам не является ограниченностью человека, если он по своей воле согласился на эти ограничения. Фантазий у людей очень много. Очень много представлений, идеализированных каких-то, опросветленных. Это нормально для людей фантазировать и мечтать. Но к реальности это не имеет никакого отношения. Чем выше уровень вашей осознанности, тем выше уровень вашей ответственности и чем выше уровень также вашей свободы, вы вправе выбирать. Но так же вы и сейчас живете, вы вправе выбирать. Вы так же свободны, будучи людьми, будучи людьми, вы так же свободны. Кто сказал, что человек не свободен? Ограничивает человека только его собственное желание чем-то обладать. Именно эти несовершенства ограничивают человека. Ведь сказано, что человек раб своего греха. Грех подразумевает в цене совершенства. Когда вы будете удовлетворены, вы станете более свободными. Когда вы познаете вещь или то, что у вас есть на данный момент, удовлетворяетесь. В этот момент вы свободны. Поэтому свобода, она не является результатом просветления. Свобода присуща людям. Но именно несовершенство и желание обладать привязанность, корысть, создают не свободу. Но по сути люди свободны. Просто нет знаний Вселенной, нет знаний законов. Есть неверие в законы Вселенной. Именно отсутствие осознанности высших законов и делает человека несвободным. Именно привязанность делает человека несвободным. Человек осознанной вечности, который понимает законы Вселенной. Которая осознает каждую ситуацию, почему так происходит. Он свободен. Он принимает ее именно потому, что у него есть глубочайшее понимание этой ситуации. А раз есть глубочайшее понимание, если он не имеет эго, он принимает ее. И это принятие ситуации. И есть свобода. Его свобода. Для него он свободен. Внешне может казаться, что он не свободен. Но он свободен для себя. И на Христа многие думали, что что же он не может спасти себя. Можно тоже решить, что он не свободен. Он знал, для чего, ради чего. Он на это идет. Он был свободен. Но своей жертвой он ограничил себя. В своих возможностях. Потому что на высоком уровне. И уровень ответственности высокий. Иначе дальше не пройдешь. Можно быть пробужденным. В какой-то степени. Но там тоже существует иерархия. Терричически там нет больших и меньших. Но все осознают, что чтобы обладать большим, нужно нести большее бремя. Там нет разделения. Но существует осознание. Это осознанная жизнь. Сознательный подход к вещам. Поэтому свобода – это действие по законам Вселенной. Тот, кто действует по законам Вселенной, он свободен. Никто не может нарушить закон Вселенной. Даже просветленный. И если он нарушает, он тоже не будет свободным. Он это знает. Поэтому Иисус сказал, «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Это знание закона Вселенной. Это гармония Вселенной. По этим законам поддерживается гармония. И если вы живете по этим законам, то вы свободны. Другой свободы не существует. Любые желания ограничивают человеку свободу. Как может быть свободен человек желаний? Он сам себя ограничивает. Принимайте то, что вам дается. Никто не говорит, что вам нужно делать что-то сверх того, что вам не хочется, скажем так, по большому счету делать. Усилие – это нормально. Это тоже закон Вселенной. И они будут нормально вами приниматься, когда вы будете это усилие осознавать. И также принимать. Это вовсе не значит, что вы ничего не будете делать. Но важно не делать что-то с насилием. С перенапряжением. Это ложное усилие. Прежде чем сделать какое-то усилие в защиту себя, в защиту своих интересов. Взвесьте просто. Может быть, вам нужно просто что-то принять, а не вставать так прям активно на свою защиту. Иногда пассивность наилучшая защита и осознание. Но где-то, пожалуйста, вам не запрещается и защищаться что-то делать. Но при этом все осознавайте. Осознавайте, что результат может быть таким или иным. И принимайте дальше все, как оно есть. Вот дальнейшее принятие после ваших действий, если вы это принимаете, будет означать, что вы свободны. А если вы привязаны к тому, что вы что-то делая, хотите получить результат, тогда вы не свободны. Результат нужно отпускать. Вы свободны делать или нет. Но результат нужно оставлять на волю Бога. И за любую привязанность, за любую высокомерие придется отвечать. Отвечать страданием, неудовлетворенностью, в зависимости насколько было нанесено вреда гармонии, настолько будет результат неудовлетворенности и наказания. Поэтому следовать нужно гармонии. И вы придете к свободе.